26. Петрович проснулся вместе со встающим солнцем. Они как раз проезжали мимо Воронежа. До родного города оставалось 5-6 часов езды. 27. Во рту скопился вышедший из-под лунок зубов, слизистый глант, носоглотки и легкий гной. Было очень неприятно. Петрович промыл рот минеральной водой, а затем лишь немного выпил. Он заметил некоторую особенность. Во рту как-то неприятно сохло и создалось впечатление, что имеются волоски во рту гортани, которые неприятно покалывали. 28. Подобным образом из глубины слизистой отходила проникшая в нее патология, инфекция. Отсюда надо почаще полоскать во рту, дезинфицировать его с помощью урины или раствора йода. 5-10 капель раствора люголя на 200 граммов воды. 28. Наконец-то он дома. Немного посидели с домочадцами, распаковался, поговорил. После этого он сделал чистительную клизму, как обычно, с солью. Последний выброс был наполнен черными, вонючими, желчными шлаками. Петрович взял манускрипт и продолжил его чтение. 29. И хотя я говорю на языке людей и ангелов, если нет любви у меня, подобен я издающему звуки колокольному металлу или гремящим цимбалам. И хотя предсказываю я будущее и знаю все секреты и всю мудрость и имею сильную веру, подобную бури, двигающей горы. 30. Здесь перечисляются некоторые из совершенств, которые достигают люди благодаря работе над своим организмом и особенно сознанием. 31. Если нет любви у меня, я ничто. И даже если я раздам все богатство мое бедным, чтобы накормить их и дам весь свой огонь, который получил от отца, если нет любви у меня, не будет мне ни блага, ни мудрости. 31. Любовь терпелива, любовь нежна, любовь независима. Она не делает зла, не радуется несправедливости, а находит радость свою в справедливости. 32. Любовь верит всему, любовь надеется всегда, любовь переносит все, никогда не уставая. Что же касается языков, они исчезнут. И что касается знания, оно пройдет. 33. И сейчас существует вера, надежда, любовь, но самая великая из трех – любовь. 34. Всему можно научиться, но научиться описанной любви очень и очень трудно. Именно любовь является теми главными, незримыми, энергетическими нитями, которые пронизывают все пространство, соединяя его в один великий организм. 35. Ее надо научиться чувствовать сперва в себе, а затем и вне себя. Благодаря ощущению этих энергетических нитей любви, мы контактируем со всем сразу. 36. Зная обо всем сразу, сможем воспользоваться силой всего огромного организма вселенной. 37. Вспомните фильмы «Звездные войны», где рыцаря джедая учили, чувствуя силу, она везде. Да, сила везде, но двигать ее может только любовь. 38. Способность так любить развивали в себе всю жизнь великие учителя и святые. 39. Любить, чувствовать любовь и жить в любви – это самая высокая и важная наука во вселенной. 39. Выше ее нет ничего, именно это и подчеркивает Иисус Христос. 40. Вот он, главный закон мироздания. Ах, но услуг, Петрович, как до меня раньше смысл подобного не доходил. 41. Не доходил потому, что сознание было ориентировано совсем в другом направлении и просто не воспринимало эту информацию. 41. Оно воспринимало только слова, а не смысл, заключенный в них. 42. Не могло подключить аналогию, сравнение, чтобы проникнуть между строк. 42. А сейчас, благодаря присутствии Святого Духа нашего Небесного Отца, говорю я вам языком жизни Бога Живого и не ищу среди вас того, кто бы мог понять все, что я вам говорю. 43. А те, кто объясняет вам Писание, говорят с вами мертвым языком людей, идущим через их больные и смертные тела. 44. Поэтому всегда люди могут понять их, ибо все люди больны, и все находятся в смерти, никто не видит света жизни. 45. Слепые ведут за собой слепых по черным тропам греха, болезни и смерти, и, в конце концов, все попадают в смертельную бездну. 45. Одно дело толковать слова, фразы, предложения, а совсем другое – объяснить течение бытия, подмечать и разъяснять его особенности. 45. Этого в книжках нет. 46. Я послан отцом, чтобы зажечь перед вами свет жизни. 47. Свет загорается сам и рассеивает сумрак, в то время как сумрак знает лишь себя и не знает света. 47. Я должен еще много сказать вам, но вы не сможете понять этого. 48. Сознание человека так зашорено различными условностями и ограничениями, что некоторые очевидные вещи ему покажутся дикими, глупыми, 49. Прежде чем это понять, у него в сознании должен случиться значительный переворот. 49. Ибо глаза ваши ослаблены сумраком, и полный свет Отца Небесного ослепил бы вас. 49. Поэтому вы не можете еще понять всего, что я вам говорю вам об Отце Небесном, который послал меня к вам. 49. Вот почему прежде всего следуйте законам матери нашей земли, законам, о которых я уже беседовал с вами. 50. И когда ее ангелы очистят и обновят ваши тела, и когда они укрепят ваши глаза, вы сможете выдержать сияние света Отца Небесного. 51. Когда вы обретете способность глядеть, не мигая, на сияющее полуденное солнце, то тогда вы сможете смотреть на ослепительность свет Отца Небесного. 51. Свет, который сияет в тысячу раз сильнее, чем тысяча солнц. 52. Иисус, зная особенности человеческого сознания, для облегчения понимания, предлагает вначале работать над улучшением здоровья. 53. Это явно и увлекает человека, а в дальнейшем ему уже будет легче познавать и духовные истины. 54. Например, самоздоравливающийся человек не может поверить в то, что с помощью здорового образа жизни, очищения организма, правильного питания, движения, закаливания, 54. Он может излечиться от смертельных заболеваний, против которых бессильная медицина с их супертаблетками, аппаратами, сложнейшей хирургией и тому подобное. 55. И все потому, что в первом случае есть умная работа с жизненной силой, а во втором ее грубейшее подавление. 56. Ибо как сможете вы созерцать ослепительный свет нашего Небесного Отца, когда вы не способны вынести блеск пламенного сердца? 57. Верьте мне, солнце можно сравнить с пламенем свечи рядом с солнцем истины Отца нашего Небесного. 58. Вот почему имейте лишь веру, надежду, любовь. 59. Поистине, говорю я вам, вознаграждение неизбежно придет вам за это. 59. Если вы верите моим словам, вы верите также тому, кто послал меня, тому, кто является владыкой всего и для которого нет ничего невозможного. 60. Ибо то, что невозможно для людей, возможно для Бога и Богом. 60. Да, человеку с его мизерными силами для масштаба Вселенной многое невозможно, но главная сила человека в его сознании. 61. Если он ориентирует определенным образом свое сознание на контакт со средой его породившей, Богом, с помощью веры, надежды и любви, то он подключит к задуманному гораздо большей силы, насколько много у него веры, надежды, любви. 62. И легко выполнить поставленную задачу. Вот в чем секрет успеха маленького человека, но имеющего большую веру, надежду и любовь. 63. Если верите вы в ангелов Матери-Земли и уважаете их законы, ваша вера поддерживает вас, и вы никогда не увидите болезни. 64. Имейте такую веру в любовь нашего Отца Небесного, ибо тот, кто имеет веру в нем, никогда не будет обмануть и не увидеть даже смерти своей. 65. Любите друг друга, ибо Бог есть любовь. И тогда ангелы его узнают, что вы идете его тропой. И тогда все его ангелы придут к вам и будут служить вам. 65. Как только пространство почувствует, что вы действительно действуете ему во влага, оно даст вам необходимые силы, ибо в этом деле главное благородное устремление, которое является запуском сил Вселенского механизма. 65. Чем выше и чем благороднее цель, тем больше силы на ее осуществление вам дает Вселенная. 66. Это другой закон Вселенной. Почти не осталось людей с высокими, гуманными целями во благо всего общества. 67. Все измельчали до житейского уровня благосостояния. 68. А сатана со всеми его грехами, всеми болезнями и всеми своими пороками покинет ваше тело. 69. Идите же, откажитесь от грехов своих, покайтесь сами себе, осветите сами себя, чтобы могли мы возродиться и больше никогда не грешить. 69. Прежде чем начать жить иной жизнью, человек должен сам осознать пагубность прежней жизни. 70. Как только эта работа произойдет в сознании, тогда появится желание изменить свой порочный образ жизни на более правильный, здоровый. 71. Это один из законов психологии о сознании собственной неверной жизни. 71. Потом Иисус поднялся, однако все другие остались сидеть, ибо каждый проникся силой его слова. 72. Облака расселись, и полная луна показалась на небе, и Иисус был окружен этим светом. 73. От волос его в воздухе поднимались искры, и он стоял среди них в лунном свете, и казалось, что он летит над землей. 74. Никто не двигался и не сдавал ни одного звука, и никто не почувствовал, сколько времени истекло, ибо время остановилось. 75. Тогда Иисус простыл руки над ними и сказал, да будет мир с вами. 76. И потом он покинул их так же тихо, как легкий ветерок, колышащий листву деревьев. 76. И долго еще все присутствующие оставались сидеть на своих местах. 77. А потом молчание, они вновь пришли в себя, один за другим, как люди, проснувшиеся от долгого сна. 77. Никто не хотел уходить, как будто слова того, кто покинул их, звучали еще в их ушах. 78. И они оставались сидеть, как будто слушали чудесную музыку. 78. Наконец, один из них сказал с некоторым страхом, как хорошо было здесь. 79. А другой добавил, если бы эта ночь могла бы длиться вечно. 79. А третий, если бы он пожелал навсегда остаться с нами. 79. Поистине, он вестник истины, посланный Богом, так как посеял надежду в сердцах наших. 79. Петрович подумал, что это, пожалуй, будет посильнее на горной проповеди, изложенной в Библии. 79. Она так не действует на сознание человека, как эта беседа. 79. И никто не хотел возвращаться домой. Они говорили, я не вернусь к себе. Там все темно и безрадостно. 80. Зачем надо возвращаться домой, где никто не любит нас? 80. Так говорили они между собой, ибо они были более или менее бедными, хромыми, слепыми, увечными, бездомными, презираемыми за нищету. 80. Нищета это вызывала, казалось, жалость, позволяла находить недолгий приют в некоторых домах. 81. Были среди них и такие, которые обладали этими двумя вещами, домом и семьей, но не говорили. 81. Мы также хотим остаться с вами, ибо каждый чувствовал, что слова того, кто ушел от них, соединили их всех невидимыми нитями. 81. Люди почувствовали те нити любви, которые соединяет все живое и неживое в единый организм Вселенной. 81. И все почувствовали, что пережили только что новое рождение. 81. То есть произошло осознание того, что они на самом деле единый организм. 81. Например, клетки крови все разъединены, но они составляют кровь, основу живого организма. 82. И хотя луна исчезла за тучами, они видели перед собой сияющий мир. 83. И в сердцах всех этих людей расцветали чудесные цветы неземной красоты, цветы радости. 84. Когда человеку открывается истина, он переживает особое радостное состояние. 85. Ведь осознанная истина подключает его к пространству. 85. К Богу добавляется особая подпитывающая энергетическая жилка, и человек ощущает радость. 86. Вечером Петрович принял горячую ванну, чтобы прогреться, смыть дорожную грязь, усталость. 86. Прогревание вызвало хорошее расслабление организма. 86. Когда он резко вставал из ванны, то понял, что полевая форма жизни не успевает за физическим телом и отстает от него. 87. Это могло привести к потере сознания. 87. Чтобы этого не допустить, Петрович присел, нагнул голову, прижал подбородок к груди и сделал несколько движений руками вверх, ладони вверх, как бы что-то поднимали. 88. Потом медленно выпрямился. Все прошло. 89. На длительном голоде нельзя резко вставать. 90. По указанным выше причинам можно потерять сознание. 90. Особенно это сказывается после расслабляющих процедур, либо сильного напряжения всего тела. 87. Петровичу приснился сон, будто он вместе с сыном на лужайке, хорошо освещенной солнцем, и играет со своей собакой-овчаркой Цезарем. 87. Вдруг возникает какая-то опасность. 88. Вроде бы он, заигравшись, вошел в какую-то запретную зону, и на него должна напасть огромная собака. 89. Сын предупреждает его об опасности. 89. Петрович понимает, что он не успеет добежать до безопасной черты, и поэтому сворачивается подобно ежику и особо прячет уши. 89. Подошла огромная собака. 90. Петрович ее только чувствовал, но не видел. 90. Он почему-то знал, что смотреть на это чудовище нельзя, и, закрывшись потихоньку, на карачках, полз к безопасной черте. 90. Собака попробовала его несколько раз перевернуть, поддевая носом, но у нее ничего не вышло. 91. Петрович упрямо полз к безопасной черте. 91. Как только он подполз, то резко вскочил, перепрыгнул через черту и запрыгнул на лестницу, радостно оглядываясь назад. Мол, все позади. Утром он сделал очистительную клизму с двумя полными, с горкой, столовыми ложками соли. 10 миллилитрами йодинола. Это 1% раствор йода. И очень теплой водой. Вода вошла легко, но небольшие боли были. Скорее всего, от распирания толстого кишечника. Первый выброс был чистая вода с плавающими в ней шкурками от слизистой оболочки толстого кишечника и немного светлой слизы. А вот последующие выбросы, особенно последний, оказался очень грязным. Выходила старая, черная, свернувшаяся желчь. Мягкие конкременты, сделанные из этой желчи. Кроме этого, вышла какая-то белесая слизь, напоминающая густой холодец. Петрович заснял это на видеокамеру. Немного поковыряв эту слизь, он понял, что вышла какая-то отторнутая патология, типа опухоли, полипа. До сознания доходила. И все более укрепляла смысл. Что только в организме создались наиболее оптимальные условия для отмирания и отторжения опухолевой патологии. Кстати, я этот голод заснял, выложил на спонсорскую подписку, именно вот эти вот дни последние. И вы можете посмотреть, что из меня выходило при клизмении. То есть не просто прочитать, а зайдя на спонсорскую подписку и посмотрев мой голод, все это увидеть своими собственными глазами. Продолжаем. Язык стал покрыт гораздо меньшим белым налетом и уже разовел сквозь него. Насколько сильно поражена печень, думал Петрович. Выбросы черной, вонючей желчи идут практически после десятого дня голодания. Когда же она очистится, задавал себе вопрос Петрович. Где скопилось столько грязи? Что касается самочувствия, то оно было нормальным. Лишь немного отличалось от обычного. Голова была свежей и ясной. Ноги достаточно упругие. Походка нормальная, незамедленная. Петрович продолжал читать манускрипт. Это очень помогало, воодушевляло его на голоде. Каждая строка открывала что-то новое, важное. Шестое. И когда сияющие лучи солнца показались на востоке, все не подумали, что это было солнце, возвещающее приход Царства Божия. И с лицами, сияющими радостью, пошли они навстречу ангелам Божьим. И многие нечистые и больные последовали советам Иисуса и отправились на берег реки, колеблемой волнами. И они разулись и разделись с донога и начали свой пост, отдавая тела свои ангелам воздуха и солнечным лучам. И тогда ангелы Матери Земли обняли их, обладели их телами снаружи и изнутри. Вот что значит подлинное знание. Оно сразу же зовет человека к действию. Если этого нет, то знание неполное, искажено, либо неправильно, неубедительно подано. И каждый из них увидел болезни свои, все нечистоты свои, постепенно покидавшие их тела. Да, ценность голодания и заключается в том, что человек видит нечистоты и паразитов, выходящих из его организма, и понимает, что это первопричина болезни. Понимает он и то, что эту первопричину он заработал сам, своим неправильным образом жизни. Очищение и исцеление на голоде идет постепенно, контролируемо, силами самого организма. Никто этот контроль так тонко осуществить не может, как только сам организм голодающего человека. Работает внутренний доктор, который мудрее всех вместе взятых врачей с их аппаратурой и лекарствами вместе взятыми. Они ничто против мудрости природы. И дыхание некоторых из них стало таким зловонным, как то, что исходит из кишечника. У других вытекла обильная слюна, и они изрегали изнутра своего нечистой и зловонной остатки пищи. Все эти нечистоты шли у одних изо рта, у других из носа, у третьих из глаз и ушей. Все это объясняется тем, что в зависимости от образа жизни каждый накопил те или иные шлаки, паразитов в тех или иных местах организма. И теперь, во время очистительного кризиса на голоде, все это добро покидает организм. Это нормальное явление. И многие распространяли и отвратительный запах пота, который вытекал из всех пор кожи. И на многих членах их образовались огромные нарывы, давшие выход зловонному гною. Из некоторых больных тел вытекала обильная моча, а у других моча была такой густой, как пчелиный мед. У третьих она была почти красная или черная, и по густоте напоминала речной ил. Петрович ничему не удивлялся. У него самого шел и отвратительный запах изо рта и кожи. Даже вытекла немного черной густой мочи. Нарывы на коже говорят о сильном поражении паразитами крови. Иммунные реакции в этом случае собирают их в нарывы и выбрасывают вон в виде гноя. И большинство из них выделяли зловонные газы, подобные дыханию демонов. И зловоние, исходившее от них, стало таким, что никто из них не мог переносить его. Зловоние означает процесс иммунной атаки организма на патологию. Лимфоциты разлагают ее в гной, который выделяется. Происход как бы отгнивание и отторжение. Естественно, все это сопровождается отвратительным запахом. Тем более, что вся патология имеет белковую природу, которая при своем разложении издает отвратительный запах. А когда светили они себе водой, ангел воды вошел в их тела, и из их тела вышли тогда все нечистоты и все мерзости их прошлых грехов. Грехи – это привычки, пристрастия, угождая которым человек зашлаковывает свое тело. Теперь эти нажитые шлаки в видоизмененном виде выходят вон, подобно тому, как водопад спускается с горы. Также из их тел вытекали твердые и жидкие нечистоты в большом количестве. И тогда почва, в которую выливался этот поток, стала оскверненной. А зловоние было настолько велико, что никто не смог оставаться на этом месте. И демоны покинули их внутренности в форме бесчисленных червей. Раньше не было понятия болезни от паразитов. Бытовало название порча червями, которые копошились в грязи нечистот, вышедших из их тел. И они скручивались между собой в бессильной ярости от того, что были изнаны из внутренностей сынов человеческих ангелам воды. И тогда на этих червей распространилась власть ангела солнца. И все присутствующие дрожали от ужаса при виде всех сатанинских мерзостей, от которых освободили их ангелы. И тогда они создали хваление Господу, пославшему своих ангелов для их спасения. Голод, омовение и клизмение – очень эффективные процедуры прошлаковки организма и избавления его от паразитов. Вот одна из методик, улучшающая проведение голода. И были среди них некоторые, которых терзали ужасные боли, от которых не могли они избавиться. И не зная, что делать, они решили направить своего посланца к Иисусу, ибо они горячо желали, чтобы он был среди них. Для некоторой части больных, например, тех, у кого поражены суставы, необходимо применять особые методики, и это прекрасно описано далее. И когда двое из них отправились за ним, увидели они Иисуса, приближающегося к ним по берегу реки, и сердца их исполнились надежды и радости, когда услышали они его приветствие. Да будет мир с вами! Многочисленные были вопросы, которые они желали задать ему. Это естественно. Когда человек начинает что-то практиковать, то сталкивается с тем, как это осуществить практически. Вовремя сделанная подсказка оказывается весьма полезной в данной ситуации. Но к великому их удивлению не могли начать дискуссию, ибо ни один не приходил на ум. Тогда Иисус сказал им, «Я пришел потому, что вы нуждаетесь во мне». И один из них вскричал, «Учитель, нам нужно, чтобы ты срочно пришел освободить нас от наших болезней». Как всегда, люди желают идти по самому легкому пути. Пусть их кто-то освободит от болезни, они так и не хотят до конца понимать, что нажили их они сами, так сами и должны от этого освободиться. Если это не произойдет, то никакой работы в сознании у человека не произойдет, и он по-прежнему останется двуногим животным. Чтобы этого не происходило, Иисус начал с ними новую разъяснительную работу. Тогда Иисус заговорил с ними притчами. «Вы подобны блудному сыну, который в течение многих лет предавался праздности и пьянству, и который вместе с друзьями своими проводил дни свои в разгулах и в распутстве. И каждую неделю он делал все новые долги, растрачивая все за несколько дней. А отец его ничего не знал об этом. Однако ростовщики сужали ему все новые суммы, потому что отец его располагал большим богатством и каждый раз оплачивал долги сына. Вот так, порочным образом жизни, человек зашлаковывает сам себя, зарабатывает болезни, угождая своим чувственным желанием и привычкам. А вскоре придет расплата за подобный образ жизни. И напрасно отец с мягкими упреками пытался убедить сына в неправоте. Сын же не слушал предупреждений отца своего, который напрасно умолял его отказаться от своих разгулов и отправиться в поле следить за работой своих слух. И каждый раз сын обещал выполнить все, что его просили, надеясь на уплату своих долгов. Однако на следующий день начиналось все по-старому, и в течение более семи лет он продолжал свою беспорядочную жизнь. В конце концов, отец потерял терпение и отказал расставщикам в уплате долгов сына своего. «Если я буду каждый раз платить им», — сказал он сам себе, — «рехам моего сына не будет конца». И расставщики были крайне недовольны и схватили сына, чтобы сделать из него своего раба, чтобы своим трудом смог он возместить те деньги, которыми они снабжали его. И с тех пор праздничества, попойки и излишества кончились. Другими словами, человек дошел до предела. Его здоровье вне в состоянии больше вести такой образ жизни. Оно сдало. Потенциал жизненной силы кончился. Начались болезни. С утра до вечера в поте лица своего сын должен был орошать поля, и в конце работы, к которой он совершенно не привык, все тело его болело. Он должен был довольствоваться черствым хлебом, размачивая его лишь в своих слезах. После трех дней страданий от жары и усталости он сказал своему хозяину, «Я больше не буду работать. Все члены моего тела болят. Сколько времени вы будете мучить меня?» Ростовщик отвечал, «До того дня, пока ты, работая руками своими, не возместишь всех долгов своих, и когда истекут семь лет, ты будешь свободен». То есть начался тягостный период болезни. Тело все болело. И сын в отчаянии ответил, заливаясь слезами, «Но я никогда не смогу принести эту жизнь более семи дней. Пожалейте меня, все мое тело горит, и боль терзает меня». Но злой ростовщик прервал его, «Возвращайся на работу. Если в течение семи лет ты мог проводить дни и ночи в разгуле, теперь ты должен работать семь лет. Я не прощу тебя ничего, пока ты не вернешь всего своего долга до последнего драхма». Вот так человек в праздности наживает себе болезни, а потом хочет, чтобы кто-то освободил его от страдания за самый короткий срок. Но природу не обманешь. Здесь нужны собственные осмысленные усилия, а не ходьба по лучшим врачам и погоня за импортными лекарствами. И сын, тело которого было изнурено болью, вернулся в отчаянии в поле, чтобы продолжать работу. Когда наступил седьмой день, день субботы, когда никто не работал в поле, он еле держался на ногах. Такие боли и такая слабость были в теле. Тогда он собрал свои последние силы и, шатаясь, отправился к дому отца своего. И, бросившись в ноги к своему отцу, сказал, «Отец, поверь мне на этот раз и прости все мои прегрешения перед тобой. Я клянусь тебе, что больше никогда не буду жить в разрате и буду тебе покорным во всем. Освободи меня от когтей моего притеснителя. Отец, посмотри на мое измученное тело и не ожесточай своего сердца. Только у доведенного до крайности страданиями человека происходит осмысление и переворот в сознании. И слезы навернулись на глаза отца. Он обнул своего сына и сказал ему, «Возвеселимся все, ибо сегодня нам дана большая радость. Я вновь обрел моего горячо любимого сына, которого раньше потерял. И он надел его в самые красивые одежды, и в течение всего дня они были в великой радости. А на утро следующего дня отец дал сыну своему мешок с деньгами, чтобы он смог расплатиться со всеми своими долгами, со всеми своими кредиторами. И когда он вернулся в дом, отец сказал ему, «Сын мой, посмотри, насколько легко, ведя разгульную жизнь, наделать долгов за семь лет, но платить их трудно. Для этого надо провести семь лет в тяжелой работе». Сын ответил, «Отец, трудно даже отдавать долг, трудясь всего одну неделю». И тогда отец сделал ему такое предложение. «Лишь на этот раз было разрешено тебе заплатить долги твои за семь дней вместо семи лет. Остальное было возмещено за тебя. Но остерегайся в будущем делать новые долги. Ибо поистине говорю тебе, что больше твой отец не простит тебе долгов лишь от того, что ты сын его. Действительно, за каждый долг ты должен будешь сурово расплачиваться трудом в течение семи лет, чтобы оплатить его. Ибо так указано в законах. Благодаря осознанным действиям, добровольному голоду, человек может избавить сам себя от грозных заболеваний, которые уже подступили к нему, и мягко вывести их вон. Если он так не поступит, то весь процесс затягивается на долгие годы, принимая хронический характер, и человек расплачивается страданиями за разгульную жизнь. Это один из законов о правильном и неправильном образе жизни. Отец мой, начиная с этого дня, я буду тебе любящим и покорным сыном. И больше не сделаю ни одного долга, ибо узнал я, как тяжело их платить. Потом он направился в поле своего отца и каждый день стал проверять работу земледельцев. И никогда он не заставлял их делать слишком тяжелую работу, так как помнил о том времени, когда ему самому пришлось так тяжело трудиться. Прошли годы, и благодаря работе, которую он выполнил собственноручно, состояние отца его увеличилось день от дня. Состояние отца его увеличивалось день от дня, ибо на его работе было благословение отца его. И мало-помалу он вернулся к нормальной жизни и вернул в десятикратном размере то, что промотал за семь лет разгульной жизни. И когда отец убедился, что сын относится с добротой к его работникам и заботится о его состоянии, он сказал, «Сын мой, я вижу, что все мое добро находится в хороших руках. Я даю тебе все мои стада, мой дом, мои земли и мои сокровища. Пусть составят они твое наследство. Продолжай трудиться плодотворно, чтобы я мог радоваться тебе». И когда сын овладел наследством отца, он простил долги всем своим должникам, которые не могли оплатить их. Ибо он не забыл о том, что ему простили его собственный долг, когда он не смог оплатить его. Но Бог благословил его, дал ему долгую жизнь, множество детей и большое богатство, ибо он был добр ко всем своим слугам и всем своим стадам. И тогда Иисус, обратясь ко всем больным, сказал, «Я говорил вам притчи, чтобы вы лучше могли понять Слово Бога». Семь лет разгула, пьянства и разврата представляют грехи прошлого. Сатана – злой расставщик. Долги – болезни, суровый труд – это боли. Блудный сын – это вы сами. Оплата долгов происходит путем изгнания из вас демонов и болезней, чтобы излечить ваше тело. Мешок с деньгами, полученный от Отца, освободительная сила ангелов. Отец – это Бог. Владение Бога – это мир, который превращается в Царство Божие, если Сын Человеческий согласится работать вместе с ангелами Отца Небесного. Какое доходчивое объяснение, подумал Петрович, бьет прямо в точку. Ибо поистине, говорю я вам, лучше, чтобы они подчинились своему отцу и проверяли работников Отца своего на полях его, нежели стать должниками жестокого кредитора и работать в поте лица своего подобно рабу, чтобы оплатить все свои долги. Лучше также, чтобы Сыны Человеческие подчинились законам своего небесного Отца и работали вместе с ангелами в его Царстве, чем стать должниками Сатаны, владыки смерти, порождающего все грехи и болезни. Это лучше, чем оплачивать свои долги болезнями и ценой своего пота. Поистине, говорю я вам, велики и многочисленны грехи ваши. В течение многих лет уступали вы соблазнам Сатаны. Вы были обжорами, пьяницами, развратниками. Как не верты, а черты характера – основа всякого греха. Их надо проработать, иначе они ввергают человека во все новые грехи. Продолжим. И ваши прошлые грехи накопились, а теперь вы должны оплатить их. Но оплата сурова и трудна. Однако не будьте сразу же нетерпеливы, но ожидайте терпеливо, пока наступит седьмой день, который является освященным. И предстаньте тогда перед лицом вашего небесного Отца с сердцем смиренным и покорным, чтобы Он простил вам грехи и возместил прошлые долги ваши. Поистине, говорю я вам, Отец наш Небесный любит вас безграничной любовью, ибо Он также позволяет вам оплатить за семь дней долги ваши за семь лет. Те из вас, которые должны оплатить долги, сделанные в течение семи лет, и которые возмещают честно, настойчиво, до седьмого пота, им Отец Небесный простит долги за семь дней. А если мы грешили семежды семь лет, просил один больной, испытывавший ужасные боли, даже в этом случае Отец Небесный простит вам все грехи за семежды семь лет. Блаженны те, кто выдержат до конца, ибо демоны и сатаны записывают все ваши долги, дурные поступки в книгу, книгу вашего тела и вашего духа. Поистине, говорю я вам, нет ни одного преступного действия, которое бы не было записано с начала мира и не увидено глазами Отца нашего Небесного. Пространство, в котором мы живем, удивительно. В нем все отображается, а впоследствии из этого сложится наша будущая судьба. Таким образом, работа над чертами характера, над побуждениями своими, изменяя их лучшую сторону, мы работаем над своей будущей судьбой. Это более разумно, чем ее исправлять. И хотя вам позволено ускользнуть от законов, составленных царями, ни один из сынов человеческих не может обойти закон Божий. И когда вы предстанете перед лицом Господа, демоны и сатаны выступят свидетелями против вас по причине поступков ваших. И Бог увидит грехи ваши, вписанную в книгу вашего тела и духа. Очень важное понятие телесной грехи – это болезненно измененные ткани и органы. Дурные черты характера и привычки искажают структуру полевой формы жизни. Естественно, все это и видно. Продолжим. «И духа вашего, и будет он очень опечален в сердце своем. Но если раскаетесь в грехах своих, и если постом и молитвой призовете ангелов Божьих, тогда каждый день, проведенный вами в посте и молитве, будет засчитан вам ангелами Бога, которые сотрут из книги вашего тела и вашего духа целый год вашей жизни. Наполненный дурными поступками. Вот подобного не делает ни один метод исцеления. Только голоду это под силу, а тем более с молитвами. В этом уникальность голодания. Петрович вне себя подпрыгнул от прочтения. И когда последняя страница ваших грехов будет стерта и отбелена, сможете вы предстать перед лицом Господа. И Бог возрадуется в сердце своем и простит вам все грехи ваши. Он освободит вас от когтей сатаны, от его болезни. Он примет вас в чертоге своем и прикажет всем, кто служит ему, всем ангелам его, служить вам. Он подарит вам долгую жизнь, и вы больше никогда не подвергнетесь болезням. И если с этого момента, вместо того, чтобы грешить, вы будете проводить дни свои, занимаясь делами Господними, тогда ангелы его впишут все ваши добрые дела и поступки в книгу вашего тела и вашего духа. Кстати, тела таких людей не разлагаются, а усыхают, самобальзамируются после смерти. Поистине, говорю я вам, ни один поступок не пройдет мимо, не будучи записан в глазах Господа. И так было с начала мира, ибо написано, вы будете ждать воздаяния от царей и правителей ваших, тогда как Бог всегда признает добрые поступки. И когда предстанете вы перед лицом Господа, а ангелы его выступят свидетелями ваших добрых поступков. И Бог, видя ваши добрые дела, вписанный в ваше тело и в ваш дух, возрадуется в сердце своем. Он благословит ваше тело и даст вам наследство в свое земное и небесное царство, чтобы могли вы иметь в нем жизнь вечную. Блажен тот, кто может войти в царство Божие, ибо не увидит он больше смерти. Подобные действия делают человека цельным и способным существовать как полевое существо без тела. Опыт святых и подвижников говорит об этом феномене, призывая их в молитвах, и они помогают нам. Действуют они посредством своей полевой формы жизни, влияя на поле события в благоприятную сторону для молящегося им человека. Тогда, после этих слов, наступило долгое молчание. И те, кто ослабел духом, подчеркнул из его слов новую силу. Они продолжили свой пост и молитву. И больной, который обратился с речью к нему первый, сказал ему, «Я хочу выдержать до седьмого дня». Потом второй сказал ему также, «Я тоже хочу выдержать до семижды седьмого дня». И Иисус ответил им, «Блаженны те, кто упорствуют до конца, ибо они унаследуют землю». Моё обращение к посетителям канала. Поддержите канал, поставьте лайку, дайте какой-нибудь отзыв. Это простые вещи. Я не прошу вас денег. Поддержите меня вот таким вот образом. Это канал не для того, чтобы вас развлекать, а для того, чтобы вам помогать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!